Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Как сообщило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, сильное и неглубокое подводное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 15 часов 53 минуты по местному времени у берегов индонезийского острова Ява к северу от Пасирана в провинции Восточная Ява на глубине 10 километров. Это был третий сильный подземный толчок в этом районе за утро. За 4 часа до этого зафиксировано первое и второе землетрясение с магнитудой 6,5,6 баллов с эпицентром примерно в 130 километрах к северу от Тубана в провинции Восточная Ява. Согласно многочисленным сообщениям пользователей социальных сетей в этих районах, толчки сильно ощущались в Восточной Яве, ее столице Сурабая, а также в городах соседних провинций. Кроме того, как сообщают очевидцы, здания в столице Джакарте, а это примерно в 600 километрах от эпицентра, сотрясались в течение нескольких секунд после третьего подземного толчка. После землетрясения произошел разлив воды и грязи на грязевом вулкане Бледук-Цангкринг в Грабагане в провинции Центральная Ява. О пострадавших не сообщается, несколько зданий повреждены и разрушены. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что опасности цунами нет, но предупредило о новых возможных толчках. Индонезия – сейсмически активный архипелаг с населением 270 миллионов человек, расположенный на крупных геологических разломах, известных как Тихоокеанское огненное кольцо. Это область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Субтитры создавал DimaTorzok Сильные проливные дожди прошли в Бразилии. В ряде муниципалитетов в штате Рио-де-Жанейро уровень осадков был значительно выше нормы. Так, в Петрополисе их уровень достиг отметки 160 миллиметров. Это спровоцировало серьезное наводнение, оползни и сход селевых потоков. Власти объявили чрезвычайное положение, все службы округа были переведены в аварийный режим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воздушный шар врезался в высоковольтные провода и разбился неподалеку от города Рочестер в американском штате Миннесота. На борту были три человека. В полиции Рочестера рассказали, что примерно в 18 часов 50 минут по местному времени аэростат пытался приземлиться в поле вблизи шоссе 63. Внезапный порыв ветра толкнул воздухоплавательный аппарат на линию электропередачи. В результате корзина отсоединилась и упала с высоты 6-9 метров. На земле рядом с ней начался пожар. Возгорание быстро потушили пожарные. Двое из находившихся в корзине человек пострадали. Врачи зафиксировали у них легкие травмы. Расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиацией США. Водяной смерч прошел в четверг днем у побережья Сабана-де-Ламар в провинции хата-майор в Доминиканской республике. О повреждениях и пострадавших не сообщается. Также водяной смерч наблюдался вчера у побережья Ливана. Ливень с градом прошел вчера в Гаване, являющейся столицей Кубы. В некоторых районах толщина выпавшего града достигала отметки 5 сантиметров. Шторм прошел вчера на Фарерских островах. Высота волн достигала 3-5 метров. На вулкане Папакатипетль в Мексике наблюдалась взрывная активность. Выброшенная взрывом лава устремилась вниз по склонам вулкана, в то время как шлейф от извержения протянулся далеко за горизонт. Уровень опасности вулкана остается желтым. Его активность опасна для местных авиаперевозок. Высота вулкана 5 426 метров. Вокруг сосредоточена важнейшая конурбация штатов. Пуэбло с восточной стороны вулкана плоскало с северо-востока и на северо-западе город Мехико с общим населением более 20 миллионов человек. Выбросы диоксида серы, вызванные последним извержением вулкана в Исландии, движутся на восток и северной Атлантики. Служба атмосферного мониторинга Капиорнакас объявила в четверг, что извержение вулкана, начавшееся 17 марта на полуострове Рикьянис на юго-западе Исландии, является самым сильным из четырех извержений, зарегистрированных с декабря. Директор службы Лоранс Руил отметила, что извержения вулканов могут также влиять на концентрацию озона в атмосфере. Влияние извержений вулканов в Исландии на атмосферу пока не было столь серьезным, но следить за развитием событий вполне оправданно, пояснила Лоранс Руил. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вчера на границе Таджикистана и Кыргызстана в 8 часов 47 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 26 километрах от города Каракенжа и в 132 километрах от Ферганы в Узбекистане. Подземные толчки ощущались в Таджикистане, в Кыргызстане и в Узбекистане. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.